Тему восьмибитных консолей и того, как сильно они запали многим в душу, можно разбирать до бесконечности. И это вполне заслуженно. Оригинальная Nintendo Entertainment System своим появлением разделила игровую индустрию на до и после. И это же для нас сделала Dendy. Но спустя несколько лет мы увидели новую игровую приставку, более крутую и более дорогую. Но даже несмотря на стоимость, некоторым повезло получить её, а другим дружить с первыми. Итак, мы и услышали те два слога, которые по сей день остаются на слуху. Sega! Присаживайтесь поудобнее и добро пожаловать в эпоху 16-бит! На российском рынке приставки с логотипом Sega впервые появились где-то в 1993 году. Разумеется, они не были оригинальными. Их, как и Dendy, распространяла фирма Стиплер. В самой Sega об этом узнали, и в отличие от их коллег из Nintendo, не стали сидеть сложа руки. Договориться со Стиплером о сотрудничестве не вышло, так что Sega решила честно конкурировать с клоном своей приставки. И так у нас появилась редкая возможность стать лицензионщиками. Впрочем, возможность это громко сказано. Sega Mega Drive стоила примерно раза в 2-3 дороже Dendy, что существенно усложняло попытки уговорить родителей купить новую приставку. Вместе с более крутым внешним видом и более крутыми играми, это создавало впечатление, что Sega Mega Drive – это своего рода престижная приставка. Но, как я упомянул раньше, среди нас были счастливчики с более состоятельными и щедрыми родителями. Так что многие познакомились с 16-битными играми именно в гостях у обладателей Sega. Надо ли говорить, насколько резко взлетела репутация этих ребят в глазах сверстников? Лично у меня знакомство с Sega было именно таким. Как сейчас помню, позвал меня друг к себе в очередной раз зарубиться в Mortal Kombat на Dendy. Прихожу и вижу, что вместо обычной приставки возле телевизора стоит какой-то чёрный квадрат Малевича. А оказалось, что таким образом друг решил похвастаться новой приставкой. Я даже не понял сначала, чем она лучше старой доброй Dendy. Ответ крылся в играх. В этом плане было на что посмотреть. Конечно, нельзя сказать, что на Dendy плохие или простенькие игры, но разница в цене приставок была оправданной. Сразу оговорюсь, что различия в 8- и 16-битных процессорах, разделивших консоли, есть, но скорее маркетинговые. Гораздо важнее то, что Mega Drive в целом по железу был значительно мощнее, чем Nintendo Entertainment System и, как следствие, Dendy. Такое преимущество позволяло запускать игры, которые мы могли вообразить только в самых смелых мечтах. Отличный пример такой игры – Comic Zone. Одного взгляда на неё хватает, чтобы понять – это настоящий интерактивный комикс. Завязка, на удивление, оригинальная. В дом художника по имени Скетч Тёрнер ударяет молния, и он оказывается в собственном комиксе, а главный злодей произведения – в реальном мире. К счастью, он не может полностью стать реальным, пока жив наш герой. Тут и начинается наше приключение, в котором мы перемещаемся по панелям, дерёмся с монстрами и всеми силами пытаемся оказаться в финале нарисованной истории. Для человека, занимающегося музыкой и комиксами, Скетч, на удивление, хороший боец и может не только вполне мощно ударить противника, но и даже исполнить несколько необычных приёмов. Злодей в это время тоже не дремлет, и он может даже дорисовать нового монстра, чтобы приключение не казалось нам лёгким. Сложность здесь представляет то, что Скетч всё ещё реальный человек, и абсолютно всё нарисованное его ранит, включая его собственные удары по противникам. Правда, это скорее заставляет лишний раз подумать над тактикой боя, чем действительно раздражает. Из минусов игры я могу припомнить разве что маленькую продолжительность – всего три уровня. Но какие три уровня? Словом, это не самая классическая игра для Сеги, но определённо та, с которой лично я бы посоветовал начать знакомство с приставкой. Говоря о классических играх, нельзя не упомянуть ответ нинтендовскому Марио, самого известного ежа в мире Соника. Именно с него началась серия игр, которая остаётся актуальной и по сей день. В свежеиспечённой приставке нужен был свой маскот – более крутой, более динамичный и более молодёжный, чем водопроводчик со своими принцессами. И глядя даже на первую игру серии, сложно сказать, что у разработчиков не получилось это сделать. До сих пор помню, как я, привыкший к неторопливым прогулкам в Грибном Королевстве, первый раз запустил первого Соника, немного разобрался с управлением и буквально за минуту пролетел первый уровень игры. Ощущение было, будто после самоката меня сразу посадили на мотоцикл. Не думаю, что кто-либо не в курсе, но на всякий случай напомню, что во всех основных играх серии нам нужно пробегать уровни, доходя до их финиша, и собирая по пути кольца, без которых Соник теряет жизнь от любого урона. Периодически нам встречаются боссы – разнообразные машины злого доктора Эггмана. Кстати, здесь его звали ещё по первоначальной фамилии – Доктор Работник. Последующие части только расширяли и улучшали эту игровую формулу, из-за чего во вторую часть серии играть ещё веселее, тем более что с Соником теперь бегает его постоянный компаньон – Лисёнок Тейлз. А уж третья казалась вершиной развития подобных игр. Своеобразные заставки, множество уровней, в том числе и секретные. Восхитительная музыка. Здесь можно потратить много времени, описывая, насколько получилось развить изначально хорошую идею первого Соника. Так что советую посмотреть наш ролик на тему эволюции этой замечательной серии. Ну что, пойдём отсюда? Да, самое время. Вообще, в плане развития игр, хорошо смотреть на серии, которые мы впервые увидели на Денди, а потом их продолжения выходили на Сегу и на Супер Нинтендо. Для меня это хороший повод продолжить вспоминать Контру. На Сегу вышла часть под названием «Контра Хард Корр». Мы всё так же защищали Землю от инопланетной угрозы, стреляя по захватчикам из целого арсенала разной степени крутизны. Суть не изменилась, но изменилось исполнение. Теперь у нас в распоряжении четыре разных персонажа, разветвлённая система уровней с выборами развития сюжета, несколько концовок с отдельными уровнями и боссами, и всё это в мрачной, даже брутальной атмосфере войны за человечество. Одна музыка на первом же уровне позволяет понять, что на этот раз всё действительно серьёзно. Сильно ощутить прогресс игровой индустрии можно, сравнив, например, боссов. Они в первой и второй Контре были масштабными, опасными, но в целом статичными и не слишком разнообразными в бою. Здесь же боссы могут носиться по всему экрану, активно шевелиться, атаковать самыми разными способами. И мало этого, так на нас их вываливали ещё и одного за другим, каждый раз превращая битву в целое весёлое событие. Например, это могла быть перестрелка на отвесной стене или беготня от робота по шоссе, причём бежать надо было не слева направо, а прямо в экран. Словом, было ощущение, будто мы попадали в боевые сцены из любимого мультика, а может быть даже из фильма. К слову, игры, похожие на ожившие мультфильмы, тоже не были редкостью на Сеге. Взять хоть того же Короля Льва, которого мы вспоминали на эпохе 8-бит. Обязательно посмотрите, если пропустили. Но здесь мне хочется вспомнить игры про червяка Джима, тем более, что мультик про него тоже потом сделали. Завязка этой красочной и сюрреалистичной игры довольно проста. Жил-был обычный дождевой червь по имени Джим. Ничего не предвещало беды, но на него свалился суперкостюм, и вот перед нами один из самых необычных героев, которых мы видели в детстве. И далее мы по заветам всех классических героев отправляемся спасать принцессу. Разумеется, в этом нам помогут многочисленные способности, как костюма, так и самого Джима. Как вам, например, возможность с помощью тела Джима цепляться за крюки и преодолевать таким образом ямы? Естественно, не обделили нас и возможностью пострелять из бластера, который, вероятно, шел в комплекте к костюму, и его усиленной версии, навевающей приятные воспоминания о победе над боссами за несколько выстрелов. Но всё-таки самое интересное даже не это, а уровни, по которым игра предлагает пройтись. Джим путешествует по разным планетам, среди которых нас ждут планета-свалка, огненная планета, планета-лаборатория и кошмар всех олдскульных геймеров, планета, состоящая из огромного подводного уровня. Хорошо, что мы избежали столкновения с её родственником, планетой, состоящей из скользкого ледяного уровня. Безумный полёт фантазии разработчиков хорошо поддерживается графикой. Думаю, что не слишком ошибусь, если назову Червяка Джима одной из самых красивых игр на Сегу. Столь же красиво, пусть и совсем в другом стиле, нарисована игра Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Игра представляет из себя, не побоюсь этого слова, классический экшен про то, как мастер искусств Ниндзюцу по имени Джо Мусаши сражается с преступным синдикатом. Как и можно ожидать от подобного героя, Джо не только мастерски обращается с мечом и кунаями, но ещё и может использовать несколько суперспособностей. Делать себе на время щит из молний, увеличить свою подвижность и высоту прыжков, нанести урон всем врагам на экране и даже пожертвовать жизнью, чтобы такой урон был ещё сильнее. Удивляет игра и подвижностью нашего персонажа. Нам нужно прыгать, в том числе отталкиваясь от стен, карабкаться по верёвкам и потолкам, скакать на лошади, кататься на доске для серфинга и всё это в игре далёкого 1993 года. По сравнению с предыдущими играми своей серии, третья часть стала настолько плавной и красивой, что её достаточно легко назвать кинематографичной. Впрочем, это же относится и к местам действия, ведь игра начинается как классический японский фильм. Леса, пещеры, противники с сюрикенами и мечами. А дальше мы будто перемещаемся в крутой боевик. Военные базы, лаборатории, в нас стреляют, нападают разные монстры. Словом, всё, с чем могло ассоциироваться слово «круто» в нашем детстве. Говоря о боевиках и Сеге, сложно не вспомнить добрым словом Mortal Kombat. Конечно, несколько первых частей этой серии были не только на Сеге, но и на Super Nintendo, и даже на Dendy, как мы успели вспомнить. Но лично мне серия запомнилась как раз больше на этой приставке. Вряд ли кто-то не слышал про турнир Смертельной битвы и про злого императора Шао Кана, который желает захватить земное царство. Да и не за сюжетом мы бежали в эту игру в детстве. Нереально динамичные и довольно жестокие для того времени бои – вот что взрывало мне и многим моим друзьям мозг. Файтинги на Dendy могли похвастаться разве что чуть более быстрым действием по сравнению с другими играми. В то время как здесь неподготовленный боец даже не мог уследить за тем, как на него сыпется град ударов. А уж отбиваться было еще сложнее, ведь Mortal Kombat нагло использовал все шесть кнопок Сеговского джойстика для боя и составлял из них непростые комбинации для приемов и добиваний, а их еще нужно было учить для каждого персонажа. Кстати, о персонажах. Богатство выбора может удивить даже сейчас. Пусть солидная часть из героев была перекрашенными ниндзя мужского и женского пола, как и у большинства ребят, выбор моего любимого персонажа не был неожиданным – я играл за Скорпиона. Телепортации и фирменный гарпун напоминали мне о столь любимых восточных боевиках, что выбора у меня не было. А за кого играли или, может быть, даже сейчас играете вы – напишите в комментариях, будем делиться опытом. Стоит упомянуть, что разные части Mortal Kombat немного пострадали от переноса игр на Сегу. Графика стала похуже, некоторые добивания и даже бойцы не добрались до нас. Но кого это волновало? Как будто отсутствие анималити – специального добивания, когда боец превращается в животное – мешало нам устраивать дворовые турниры, на которых мы и выясняли, кто круче – Скорпион или Саб-Зиро. Правда, когда кто-нибудь злоупотреблял в бою одним и тем же ударом, турнир мог перейти и в реальный мир. Но эта история не для этой серии роликов. Фаталити победил черный Скорпион. Сега могла удивить нас в детстве и совсем необычными играми. Лучшим примером этого будет игра Dune 2 Battle for Arrakis. Это одна из первых стратегий в реальном времени, а для многих, включая меня, в принципе, самая первая. Ничего подобного мы не могли видеть в других играх. Мы управляли строительством и экономикой целой базы, наймом войск, которыми можно командовать и сражаться в реальном времени. Конечно, сейчас это звучит не так впечатляюще. Но в то время, когда мы бегали за Марио или за Соника по экрану, это уже казалось довольно крутым. Дюна выглядела новым словом в мире игр. У вселенной Дюны впечатляющая история. На одноимённую планету попали армии трёх разных династий, где каждый имеет свой бэкграунд и свои взгляды на этот мир. Но в конечном счёте нам нужно завоевать всю территорию в погоне за ценным ресурсом, спайсом или просто пряностью. Три разные династии представляют нам три разные армии. Более мобильную, более тяжёлую или что-то сбалансированное. Именно в Дюне появились многие идеи, которые до сих пор существуют в стратегиях, начиная от подобного разделения рас или фракций, и заканчивая туманом войны, интерфейсом с картой, постепенно открывающимися технологиями и войсками, и многим другим. Лично мне разве что не хватало возможности поиграть в эту игру с кем-нибудь из своих друзей, так как мультиплеера не завезли. К слову, была забавная история, которую мы долго обсуждали в своём кругу. Игра называется именно Дюна 2. И мы долго не могли понять, все три Мортал Комбата мы видели, некоторые даже слышали о первых частях Шиноби, но о существовании первой Дюны никто из нас ничего не знал. Как выяснилось позже, узнать мы бы и не смогли, ведь первая Дюна выходила на компьютерах, которые тогда ещё были не так распространены. Так что эта игра принесла нам не только один из самых необычных геймплеев своего времени, но и вот такую загадку. Как вы могли заметить, почти про все эти игры я рассказывал со словами «круто и необычно». И в этом была вся Sega Mega Drive. После весёлых и очаровательных миров, которые я видел на Dendy, Sega показала, что игры могут быть брутальнее и взрослее. Было бы несправедливо сказать, что Sega лучше Dendy. Конечно, технологический прогресс и развитие серий игр говорят об этом, но для меня она именно, что другая. Sega дала мне другой взгляд на игры, и этот взгляд мне очень нравится. А как вы считаете, можно ли назвать одну из этих приставок лучше другой? С нетерпением жду ваших мыслей в комментариях. С тем же нетерпением жду лайка под видео и шевеление колокольчика, а также жду вас на нашем сервере в Дискорде, в профилях в ТикТоке, Твиче и, собственно, на Ютубе. Оставайтесь с нами, и на следующей неделе мы продолжим наш экскурс в игровую историю и в нашу с вами ностальгию. Будем вспоминать, как впервые увидели Super Nintendo и какие игры на ней проходили. Скоро услышимся.